Встречайте Новый Год с ВК, с новогодними плейлистами, с друзьями, с близкими, с контентом, которым хочется поделиться. И получите шквал поздравлений в мессенджере. ВК. Место встречи Нового Года. Всем привет! Привет! Меня зовут Максим Проверин. После глухаря думал, что уже ничего нормального не предложат. И вдруг на тебе! Так и получилось. В эфире передача «Два аккорда». Чем мы отличаемся от любого другого вокального шоу? Ну, во-первых, мы участникам вместо баллов даем карты. А? Шах и мат, не доебясь, все фишечка. Во-вторых, здесь исполняют шансон. Но не такой шансон, где пуля попадает в спину беглецу и кто-то там в карцере на трусах повесился. Нет, нет, нет. Такой добрый шансон. Ну, где камера на солнечной стороне или кошку разрешили в камере держать? И пока на супербоуле там где-то выступает Эминем, Леди Гага открывает Грэмми, у нас Родион Газманов поет «Цыпленок жареный, цыпленок пареный». В зале, конечно же, все будут хлопать, но в голове у них у всех будет сидеть одна мысль. Жаль, конечно, что это не Олег. Ну и пока меня отсюда не поперли, давайте начинать. Итак, сегодня в жюри легендарный исполнитель, человек, который выступал за доллары, когда их еще в первый раз ни у кого не было, Михаил Пашутинский. Михаил Пашутинский. Михаил Пашутинский, Михаил, Михаил Календаревич. Скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? Календаревич? Ну да, как ваши песни про календарь. Тьфу ты, да как вы меня задолбали с этой песней. Ну, 29 лет про одно и то же шутите. Ну, в мире столько смешной парасы, над которой угорать можно. Ну, взять хотя бы тебя. Ну да ладно, ладно. Да что вы так, Михаил. А помните, как звали легендарного доктора из собачьего сердца? Ну, Барменталь. Перевернул. Сычара какая, а? Как называется должность Дмитрия Пескова? Пресс-секретарь. Перевернул. Я сейчас тебя переверну. И снова третье сентября. Слышишь, придурок, у меня под шляпой пистолет, понял? А я возьму и взгляну. Ну да ладно, что вы такой прям нервный. Итак, наш следующий член жюри. Человек, который больше похож на белорус, чем на музыканта. Трофим. А где Трофим? Трофим! Где Трофим? Я здесь, я здесь, подождите, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Трофим, здравствуйте. А можно такой нескромный вопрос? А вы прям точно мне звонили, не ошиблись номером, а? Ну, вы же Трофим? Трофим. Вы же, ну, не Агутин, не Панайотов? Нет, Трофим. Трофим на этот раз, поэтому вам и звонили. Блин, а я не поверил, в сандалях пришел. Спасибо. Занимайте свое место. О, еще и место есть, класс. Я извиняюсь, а я успею покурить или я следующее уже? Ну, конечно, конечно же, конечно же. Как же без нее? Еще один член жюри. Женщина. Женщина же? Женщина, женщина, женщина. Женщина, которая все свое творчество построила на неумолимом желании трахт. Женщина с внешностью Афродиты и голосом вахтовика. Тело. Прекрасно. Тетя Ира Агилерова. Спасибо. Ну, во-первых, огромное спасибо всем создателям этой передачи за то, что окунули меня вновь в атмосферу 90-х, по которой я так скучаю. Потому что тогда вообще везде курить можно было. Может, я все-таки здесь пару тяг? Ну, нет, тетя Ир, нет, конечно, потерпите немножко. Михаил в день, когда я совсем один. Потому что я до жути боюсь людей, которые после тюрьмы добрые. Александр Васильевич Новиков. В жизни самое главное — это найти гармонию внутри себя. Поэтому у тебя все будет хорошо, Максимка. Фуфу, моя хуйка. Вот, пожалуйста, паническая атака. Ну че, давайте начнем. Слава богу. Итак, давайте начинать. Перекур, да? Я быстро, буквально пару полу... Нет, 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 сядьте на место, у нас не будет останавливаться съемка, мы идем вот сквозняком снимаем. Давайте быстрее, тогда меня трясет уже. Итак, мы начинаем. Не дай вас бог оказаться в тюрьме. Ну что ж, это были Даня Милохин и Девур Родригес. С песней «Спрятал я мобилу там, где нету солнца». Ну что ж, давайте посмотрим, что же скажут уважаемые члены жюри за ваши старания. А можно я первое скажу, быстренько? Да, конечно, конечно, тетя Ира, только уходить все равно нельзя будет. Даня, вы же молодой человек, да? Все правильно, тетя Милфа. Мне 20 лет. А можно тогда у вас электронную сигаретку стрельнуть? Тетя Ирина, ну, у нас вообще ничего нельзя курить. Да кто вы нахрен такие? Мы... В Кремле можно, тут нельзя? Тогда я ставлю вам валета. Пусть хоть один мужик у них будет в коллективе. Валет! Ну что ж, Трофим? А прежде чем я выскажусь, поклянитесь, что позовете меня сюда еще раз. Ладно, клянемся. Фух, суперски. Ну что ж, по номеру. Во-первых, мне очень понравилось, как Данька Тимура на сцену в хлебе вынес. Класс было. А во-вторых, было же очень смешно, когда все не по плану пошло. Когда мобильник прям в заднице зазвонил, а? Данька, как ты его скинул, я удивился. Прям сбросил. Поэтому туз. Туз. Однозначно туз. Туз. Мне кажется, вам двоим в тюрьму вообще нельзя. Это 100%. Это такая дюйма, о чем вы говорите. Полный бред. Поэтому я чисто символично даю вам туза, чтобы вы никому в него не давали. Ну, как всегда, Михаил все-все-все перевернул. Прям как календарь. Ты что добиваешься? Хочешь, чтобы я заплакал или что? Давайте, наверное, я подытожу, да? Ребят. Вы же дружите. Ну, теперь да. Это правильно. Вам дружить надо. Надо держаться друг друга. Вам, может, какой график сделать, чтобы вы спали по очереди? А так, Даня, спасибо, что пришел сегодня не в женском полоте. Поэтому я ставлю туза. И все? Да вы достали, блин. Что, Даня, Даня? Я же тоже пел. Алло. Может, мне что-нибудь скажете? Нет? Нет желания? Я старался. Я танец ставил. Алло. Скажем что-нибудь. Скажем что-нибудь. заблокирует? Мы вообще стараться перестанем. Да уходи уже! Ну, уходи! Как из обычного музыкального трека сделать конфетку. Все очень просто. Нужно сочинить стихи, придумать мелодию, записать вокал, сделать мастеринг, найти продюсера, а можно еще проще. Отдать свой трек профессионалам на ТНТ, которые сделают из него стопроцентный хит. Как вы думаете, кто взялся за вашу песню? Маша Распутина. Мне кажется, это могла бы быть Лолита. Ты просто залез сейчас в мою голову. Сидел в одиночестве там, Оля. Смотри новое музыкальное шоу «Конфетка». 28 января в 9 вечера на ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!